Сказать, что я о тебе думал? Да, скажи. Ты изменился. Ты им продался. Продался, это точно? Так все говорят. Я хотя бы изменился. Не в лучшую сторону. Там на самом деле политики никакой нет, ну так, по большому счету. Там главный, основной посыл, что нас наебывают. Ну это, по-моему, всем понятно и без моего альбома «Хлеб». Вас наебывают. Ну это, по-моему, обычная истина. Это всем уже ясно. Более-менее трезво мыслящим людям. Или пьяно мыслящим. В 2005 году группа «Ленинград» выпустила альбом под названием «Хлеб». Астросоциальная работа с лейтмотивом «Нас наебывают». Для наглядности разберем песню «Кредит». Дети плачут, папка Сегу, Нинка, блядь, уйдет к Олегу. Шопа, брат, короче, вилы. Так недолго до могилы. У детей потребности, у жены потребности, грозящие разводом. Положение, мягко говоря, незавидное. Посылали два запроса. Отказали без вопросов. Персонажу отказывают в кредите, недвойственно намекая на его ничтожность. И получается следующая ситуация. Жизнь в стране настолько дерьмовая, что без залезания в долги не обойтись. Но даже добровольное желание вляпаться в кабалу остается нереализованным. То есть в любом случае говно. Так ты без долгов, но и без денег. А так ты без денег, но хоть без долгов. 2008 год. Сергей Шнуров поет ту самую знаменитую песню о выборах. Обойдемся без декодинга, лишь отметим, что позиция все та же. Включаешь телевизор, смотришь в России и все ехуительно. Залезаешь в интернет, в России ехуиздец жить невозможно. И вот между этими двух полюсов живет, собственно говоря, все остальное нормальное население страны. По порядку. Мнение потихоньку начинает меняться. Понимаете, уже все как бы не так уж и плохо. Раньше было от цитата. Нас наебывают. Потом стало. Между этими двух полюсов живет, собственно говоря, все остальное нормальное население страны. Возможно, он говорит не конкретно за себя, а абстрактно. Невербалика дело тонкое. Хотя не нужно быть Полом Экманом, дабы понять, что подобные жесты отвечают за конкретику. Все остальное нормальное. Пацан к успеху шел, шел. 2018 год. Жизнь в столице не тупая, острая, как суп харчо, но дохуя в Москве вайфая, но не хочу быть москвичом. Ни для кого не секрет, что данное произведение является частью предвыборной пиар-компании. Как вы понимаете, на пост мэра Москвы будет избираться другой Сергей. Объезжайте в Москву. Углубляться в подробности политики мы не будем. И чуть позже я объясню почему. Давайте лучше углубимся в текст песни, ведь там есть куда нырнуть. Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже красную я площадь никогда не целовал. Иными словами. Расскажу типа про Питер, но за бабки москвичей. Чтоб в карманчик мой упало, нехерово так бачей. Парк культуры и прогулок, сломаны пятиэтажки, в моде здания ины. Дохуя в Москве вайфая. На что была ставка? На всеобщую близорукость? Красивые парки. Новомодные строения. Повсюду вайфай. Как вы тут живете? Короче. Вас наебывают. Выборы, выборы. Кандидаты, пидоры. А быть может и нет? Выборы, выборы. Приходи на выборы. Первое. Вообще я стараюсь обходить политику стороной, так как не считаю себя достаточно подкованным в данной сфере. А тема очень скользкая. Когда разговор доходит до демагогии о высших чинах, ты не можешь быть уверен в чем-либо на все 100%. Чем выше статус человека, тем кулуарнее проходят его дела. Второе. Москва действительно потрясающий город. Я там был, к сожалению, всего пару раз проездом. Но этого хватило с лихвой, чтобы, так сказать, впечатлиться. Может, все дело в том, что я родом из городка с населением в 240 тысяч человек. И несмотря на то, что лично мне гораздо ближе город Санкт-Петербург, нежели МСК, столица есть столица. Это касается как антуража, так и финансовых поступлений. Третье. Политреклама, политреклама и рознь. Нельзя осуждать человека за разделение тех или иных взглядов на политику. Вопрос в другом. Чем он руководствуется в подобной ситуации? Мировоззрением или желанием набить себе карманы. И здесь все понятно по одной лишь концепции. Завернуть восхваление одного города на фоне другого. А некой подушкой безопасности служит потакание Питеру. Стулья, вилки, глаза, рыбки, косточки. Ммм, знаете. Потакание, кстати, в контексте сравнения и пропаганды, выглядит скорее как и принижение. Ты знаешь, что ты живешь в одном городе с самой популярной темой, опять-таки, русской молодежи последних лет? Версус баттлы. Они очень много пиздят и не по делу. Да-да-да, знаешь. Что ты думаешь о них? Когда мужчина, он должен сказать коротко ест. Как тебе это? Заходит, не заходит? Говоришь, что это хуйня, да, там. Если бы я был Познер, да, я бы, конечно, сказал бы, это хуйня. Это музыка пиздлявых. Да я не Познер, да. Вот так просто? Да вот так просто. Изи, изи. Брелок, брелок. Чтобы вы понимали, я ни в коем случае не за стагнацию и отсутствие развития. Да и после всех моих видео с посылом «Рэп не говно, не судите, пока не разберетесь», цепляться к внезапной резкой смене взглядов шнура было бы как минимум странно. Как максимум я бы уподобился таким, как он. То самое видео целиком. Знаешь, почему мне не нравится рэп? Почему? Потому что это музыка пиздлявых. Пиздлявых? Они очень много пиздят и не по делу. Ну, есть и нормальный Пит-Рок, Джей Ди, например. Пит-Рока знаешь? Знаю, но мне не нравится очень много пиздежа. Ну, Пит-Рок вообще одна музыка. Когда мужчины, он должен сказать, коротко ест. Полюбас. В смысле, Сергей, вы что, больше не мужчина? Нет, конечно, мужчина. Модный, богатый мужчина. Рэп всегда делал упор на текстовую составляющую. Вывод. Не жанр подстроился под шнура, а наоборот. Удивительно. Ты как богиня, Вань. Но я не гирострат, что рушит храм посредством утюга. Пою для разных социальных страт, из каждого, наверное, утюга. Я читал и в фильмах это видел. Песни вылетит из горла мой комок. Я нелеп, как Пушкин на Кавказе. Ну что ж, следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю познера на батл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет. Когда начались все эти метаморфозы, я сначала думал. Мужик все так же хорошо умеет писать, этого у него не отнимешь. Сергей понял, как делать поп-хиты и собирать миллионы просмотров на каждой композиции. Адаптировался. Закон о запрете мата он игнорирует со словами «Мне легче заплатить». Потому что я крутой. А потом произведения начинают появляться в двух версиях. На лаву ценах нас эвакуительные штаны. На лаву ценах нас невосхитительные штаны. На лаву ценах нас невосхитительные штаны. Аплодисменты. Не то чтобы это новая практика. Вы просто представьте такой подход для того же альбома «Хлеб». Легче новую пластинку выпустить. В телевизоре вообще людей нет. В телевизоре идиоты. Телевизор, по-моему, штука неприличная. Поэтому говорить о приличных людях в этой штуке как-то странно. Абсолютно верно. Абсолютно согласен. То есть это вы так вот... С собой, да. В данный момент мы с вами в телевизоре, да. И мы идиоты. Мы не очень похожи на нормальных людей. Что превратится в всё... Всё, тихо, 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 тихо. И я не закончил. Я пью за всех вас, лицемеры. За вас, доуличные друзья, прихлебатели и льстецы, которые улыбаются сквозь зубы. Твоя цитата. Я разберусь, зачем мне телевизор и использую в выгодных для себя целях. Использовал ли ты? Конечно. Объясни, в каких? Ну, мы сняли клип «Обезьяный орёл». А потом у меня есть связи на первом канале. Телек ему для связей, агитки для кармана, рэп для хайпа. Логично. Сейчас я постараюсь аргументировать свою точку зрения. Почему он не эволюционировал, а именно скурвился, поступившись своими принципами. Сергею 45 лет. Альбом «Хлеб с негативными настроениями в адрес государства» вышел в 2005-м. Значит, на момент создания пластинки ему было около 30-ти. Это не фейс 97-го года рождения, который сегодня потлатый и пошлый, а завтра лысый и оппозиционный. Я курю, и мне похуй. Я бухаю, и мне похуй. Жжу таблетки, и мне похуй. Тракнул суку без гандона, и мне похуй. Толпы молятся пощаде, но целуют идолов. Идолы в ответ лишь представляют собой иродов. Тот самый довод, который срубает под корень все домыслы типа «меняется жизнь», «меняются люди». Каков главный аргумент оппозиции в нашей стране? Нет сменяемости власти. Власть не меняется, государство не развивается, мы деградируем. Так, если власть все та же, и вокруг все то же самое, что могло переобуть взрослого сознательного мужика? Всем нужны деньги, а что такое деньги? Ааа, я понял. Переобуть типа переобуть, и переобуть типа переобуть. Так удобнее. Я не про обувь. Объясню на пальцах. Ты вышел прогуляться, и тебе начистили хлебальник. Полицию твое заявление особо не интересует. Проглотил. Проходит год, ситуация повторяется. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все, окончено. Ты становишься озлобленным гражданином. Как так? Почему они подтираются страницами из основного закона государства, где напрямую говорится о защите моих прав? Проходит пять лет, ситуация повторяется, и тут ты говоришь... Всякое бывает, сам виноват. Нечего было гулять после шести. Знаешь, почему мне не нравится век? Пою для разных социальных страт, из каждого, наверное, утюга. Телевизор, по-моему, штука неприличная. Абсолютно согласен. То есть это вы так вот, да. Все-таки считаете, что это проблема мамы, да? Нас наебывают. Так хуя в Москве вай-фай. Поймите правильно, посыл не раньше было лучше, а раньше были принципы. Сергей Шнуров. Шнур. Брителька. Обидно? Серьезно? Не-е-е. Эти слова о креме масштабах.